друзья всем привет приветствую вас на канале сегодня вам хотела показать как укореняется шифлера в воде но давайте расскажу предысторию значит в первых числах октября я ее обрезала заносила в дом она стояла во дворе ну на зимовку в свой зимний сад и я делала обрезку многим деревьям и в том числе я делала обрезку шифлере у меня видео есть на канале вот сейчас у нас какое 18 декабря и вот получается так считаем весь октябрь ноябрь ну около трех месяцев прошло скажем так прошло два с половиной месяца и я вам хотела показать что произошло как бы шифлеры которую оставила воду укореняться вот так друзья выглядит внешне шифлера это один кустик сказать что там какой-то он дал прирост нет никакого прироста нет но вот сейчас я вам покажу корни вот такие вот корни стоит укореняется воде воду я не меняла только периодически доливала чтобы не было оголения корней и и так шифлера дала смотрите есть большие корни и много-много вот маленьких прямо вот целая целая куча и хотя у нас сейчас 18 декабря но я думаю надо ее уже укоренять вот я подобрала такой перевалочный горшок вот здесь кстати вот хотела сказать что но никаких новых молоденьких я не увидела но эти никто не завял стоят все хорошие так еще скажу где они стояли вот этот именно куст у меня стоял на летней кухне летняя кухня у меня отапливается там довольно таки теплые полы и была подсветка он стоял не на подоконнике а стоял вообще в глубине но под светодиодной лампой допустим кушать готовлю на нее свет попадает иногда оставляла на ночь в общем вот так вот он укоренился что я теперь хочу делать у меня есть вот такой мягкий перевалочный горшок из цветочного магазина да и я хочу посадить сюда шифлерку вот земля с этого горшка сверху она прям была такая очень даже хорошенькая очень даже хорошенькая правда здесь нет ни перлита ни вермикулита можно добавить чуток можно добавить сейчас вот немножко я добавила перлит с вермикулитом здесь в перемешку чуть-чуть и буду сажать так сейчас здесь у меня там основания здесь как вы знаете в этих горшках очень много дренажных отверстий вот делаю примерку это можно еще еще можно так так наверно да вот смотрите вот так вот буду засыпать засыпаем я хотел вообще-то ложку принесла чтоб культурно ну как всегда все люблю делать руками так что мы делаем засыпаем собственно ничего тут сверх естественного нет но что я считаю я считаю смотрите у меня уже был один такой печальный опыт хорошо хорошо так укоренилась да вот такие хорошие корни я посадила в землю у меня вся шифлера пропала сейчас зима самое главное не перелить самое главное не перелить и не пересушить не пересушить почему потому что они стояли в воде они укоренялись воде они привыкли к этой водной среде значит шифлера выпустила корни стояла в воде и тут трак бах пересаживаем землю как бы я считаю что это тоже для цветов немножко как бы стресс такой поэтому земля видите у меня слегка слегка такая влажная но можно сказать но не сухая бывает очень сухая слегка влажная я сейчас ее немножко как говорится сбрызну сильно заливать не буду то что здесь много дренажных отверстий это прям супер пупер почему потому что даже если вы пролили все сбежала и в крайнем случае у вас не будет застоя воды вот так чуть-чуть поливаю заливать не буду лучше через два-три дня еще чуть-чуть полить немножко полить как бы увлажнить землю вокруг корней вот чтобы во первых они должны адаптироваться к земле они стояли в воде и вот теперь мы в землю посадили поэтому здесь надо быть как говорится вдительными и поставлю не на сильный холод и не на сильную жару надо найти какую-то такую умеренную температуру ну мне так кажется градусов 20 было бы хорошо если в комнате 20 вот средняя температура вот вот так вот ничего тут сложного нет вот посадила шифлера стоит вот сейчас покажу еще друзья другие черенки от этой же шифлеры которые укоренялись тоже в воде но уже в других условиях здесь вот у меня кстати прохладно и без дополнительного а вот друзья вот у меня была целая гора черенков я их не обрабатывал ни в какой корневин я их не опускала просто может быть час-два пока там я занималась обрезками не только одной шифлеры других я их короче может два часа на свежем воздухе полежали и потом я просто налила воды и поставила в воду теперь давайте посмотрим корни кстати здесь тоже признаков роста я не вижу давайте посмотрим когда майонезном ведерке у меня стоит пять их штук смотрим ну вот здесь видите тоже корни есть черенок такой здоровый большой ну вот вот такие вот такие вот есть дальше дальше следующий берем череночек у этого вообще отличные корни смотрите маленький это верхушечный черенок верхушечный вот отличные корни отличные тоже вот надо сажать куда-то дальше идем смотрим вот здесь вообще корней нет друзья но пока я точно нет нет даже наметков нет даже наметков нет ночи не пропал немножко сдулся ствол но пока стоит пока стоит дальше смотрите друзья вот здесь даже есть признак роста выпускает это не верхушечный это серединный серединный и ну вот пытается вот самый первый один корешок пытается выпустить только-только начинает только-только начинает но зато вот такой вот маленький вот выпускает листики здесь есть так здесь смотрим последний да здесь тоже стоит вроде как бодренький бодренький ну вот здесь я вот смотрю вот как будто хочет наклюнуться но 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 не вижу но не вижу вот как будто это не значит что он еще вылез так дальше ставим заметьте прошло два с половиной месяца здесь я тоже воду не меняю кстати по моему один черенок здесь пропал я его выбрасывала воду я не меняю единственная видите как надо поставить они выталкивают друг друга чтобы воде то были единственное доливала доливала до наливала это было вот как поливают цветы раз в неделю я ходила смотрела доливала все я оставляю на доращивание на доращивание вот тут уже может быть слегка пылью покрывается но это у меня такая садовая комната так и говорю что здесь у меня не подсветки ничего нет и здесь довольно таки прохладно но в лучшем случае градусов 15 так и 2 здесь у меня три черенка вот здесь только наклевывается вот только наклевывается здесь верху ничего нет дальше вот такой маленький не верхушечный верхушка срезана здесь вообще ничего нет ничего ну стоит листья стоят вообще вы знаете шифлера она такая как бы живучая живучая она и вот третий большой верхушечный вот такой вот корень вот такой вот корень еще и комар до 18 декабря у нас здесь комары размножаются вот так здесь он нет никаких он молоденьких не дает ставлю обратно ставлю обратно ставлю обратно все пусть укореняется дальше вот один посадила сегодня здесь еще ну один тоже можно посадить но пока укореняются знаете еще делала эксперимент я взяла поставила один лист отломила и поставила нет он не укоренился у меня так что вот как то так и сейчас покажу маточное растение манку вот мама этих всех черенков у меня шифлера одна у меня еще было детки и юная раздала родственникам вот ну давайте глянем что тут вот смотрите вот делала обрезку вот выпускает так здесь 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 смотрим вот делала обрезку выпускает здесь кстати почки наклевывается шифлера очень медленно очень медленно растет здесь вот здесь обрезала здесь пока ничего ничего но может быть другие она не то что выпускает а как бы но старые какие-то свои ну-ка смотрим где тут еще есть что-нибудь где-нибудь вот здесь была обрезка но здесь не вижу здесь вообще далеко от солнца далеко вот 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 так выглядят шифлеры в моем зимнем саду уже смотрите вот она по корням какое это этой шифлере знаете я вам сейчас скажу около 15 лет вот ее несколько раз много раз я обрезала и она была палка палкой такая палка всего была а сейчас уже такой раскидистый кустик знаете радует то что не так быстро растет и довольно таки она неприхотливая в меру полив подкормки делаю подкормки делаю в мини дозах но практически в каждый свой полив в каждый свой полив делаю подкормки вот так вот друзья показала рассказала как укореняется шифлера в воде и как выглядит сейчас на 18 декабря маточное растение в зимнем саду на этом все понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь и пока пока пока